Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Настя, и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о своих любимых новых ароматах. У меня уже есть похожее видео на канале, ну а сегодня я буду вам рассказывать о новых ароматах, которые я приобрела. Большинство из них, как обычно, сладкие. На своем канале я рассказываю о фотографии, искусстве вдохновения и моде. Если тебе тоже интересны эти темы, то обязательно подписывайся. Я посмотрела прошлое видео, увидела, где я остановилась, и сейчас буду продолжать с того самого момента, какие следующие духи у меня появились. От Dior Poison Girl. Я вам скажу, что вообще дом Dior в плане ароматов один из самых моих любимых. Я большая поклонница аромата Miss Dior Shri 2010 года и последующих интерпретаций его, таких как Miss Dior. Также я очень люблю Poison. Важно не только то, как звучит аромат, но и флакон, идея самого аромата, то, какой образ мы с вами примеряем. Мне кажется, все это тоже очень важно и складывает общую картинку. Именно ароматы Dior чаще всего интересны по своей подаче. Для меня ярко в аромате Dior. Dior это первый аккорд. Он очень свежий, искрящийся. Там есть апельсин, насколько я помню, и он заряжает действительно своей бодростью. Также мне нравится приятная мягкая ваниль, которая присутствует. Она тебя обволакивает. Это действительно очень популярный аромат. Я его часто встречаю и всегда рада его услышать где-то в общественном месте. На самом деле, если сравнивать Poison Girl с другими ароматами Poison, с классическими и так далее, я могу сказать, что классический, конечно же, более тяжелый. Он зимний, тяжеловесный. А если говорить о Poison Girl, это что-то такое нежное и очень изящное для более, наверное, молодой девушки. Хотя я знаю, есть девушки, которые любят достаточно тяжелые такие ароматы, яркие. Вот Poison Girl, он все-таки более мягкий и деликатный. И далее перейду к совершенно необычному аромату, к необычному дому, который производит этот аромат. Будет два аромата. Мне подарили их сразу. Это была лимитирована новогодняя коллекция, где аромат был представлен в виде таких маленьких необычных флаконов для сумочки. Muse и Angel. Хочу сказать, что это те ароматы, которые не забываются, которые всегда привлекают внимание. Когда бы я не наносила Mugler, про него всегда спрашивают, спрашивают, что это за аромат, потому что он необычный. Это не что-то стандартное, это не стандартная парфюмерия, это ароматы, которые заявляют о себе. Это необычный подход к тому, как устроена композиция аромата. Конечно, это классика сладкой парфюмерии, потому что, насколько мы знаем, именно Mugler придумал и заложил основу сладких ароматов. Angel, с которого я хочу начать, он является классикой, он является началом, так сказать, базой всех сладких ароматов, которые потом возникали. И я хотела его приобрести именно по этой причине. Давайте рассмотрим, в чем же его особенность. Когда его слушаешь, ты замечаешь, что да, он сладкий. В нем настолько эта сладость приторная, что ты начинаешь даже ощущать какую-то горечь. За этой сладостью ты ощущаешь такие нюансы, которые ты раньше не замечал. Angel, и это очень сложный и многоступенчатый аромат. Я его носила, и он раскрывается в течение дня миллионы раз. Я не знаю, должно уже быть три раскрытия у аромата. Но Angel, он меняется в течение дня тысячу раз. Распыляешь, это сладковатое, это что-то нежное, это какое-то нежное, романтичное облачье. Прямо присутствует небольшая кислинка, ананас какой-то, какой-то лайм, что-то такое искрящиеся. В центре ягодами, потом появляется карамель, какой-то тягучий мед, и все это становится таким вязким, теплым. Следующий аромат Muse, супер сладкая шоколадная паста. Он пахнет орехами, шоколадом и теплотой. Это теплый, уютный зимний вечер для меня. И опять перейдем к дому Dior. Про него мы сегодня уже вспоминаем второй раз. Мне очень нравится аромат Muse Dior, и я говорю о нем в первом видео. В этот раз я взяла аромат Absolute Blooming. Он очень похож на Muse Dior Cherie 2010 года, который я носила, наверное, на протяжении лет 5-6 точно. Это был тот аромат, по которому меня даже узнавали. Но его отличие от Muse Dior Cherie, например, в том, что здесь малина и роза очень ярко себя проявляют. А если говорить о Muse Dior Cherie, там у нас все-таки более такой клубничный, какой-то сахарная вата аромат, такой немножко даже детский. А здесь это более зрелый все же аромат. Он очень женственный, но в нем, конечно же, тоже присутствует и кислинка. Он очень сбалансированный, как и все ароматы Dior. И я думаю, что у него тоже есть много поклонников среди тех, кто смотрит мои видео. Так повезло, что у меня даже еще есть флакончик. Его не выбрасывай, несмотря на то, что здесь уже осталась буквально одна капелька. И теперь снова вернемся к дому Mugler. И здесь я, опять же, могу вам показать флакон, так как сейчас у меня есть этот аромат. Это вот такая звезда от Mugler Angel Nova. Если я правильно говорю, конечно, я надеюсь, что правильно. Этот аромат, опять же, лидер по вопросам, а что на тебе? Потому что про него меня всегда спрашивают. И я хочу еще раз сказать, что Mugler действительно про него всегда спрашивают. Видимо, он правда странный, но мне очень он нравится. И этот аромат отличается от предыдущих тем, что здесь очень яркая малина. Это малиновое варенье, настоящий это малиновый джем с цветами и какими-то лепестками. Я совершенно не знаю, что в этом аромате придает такую остроту, потому что я смотрела ступени этого аромата. Там нет никакого перца, там есть личи, может быть, личи дает такой аромат. Я не знаю, но для меня действительно есть какая-то острота. И перейдем к аромату, который настоящая редкость, от Gucci. Меча с этим ароматом произошла для меня не в самое простое время. На тот момент я переболела ковид, и очень многие духи, которые я обожала, станут для меня просто отвратительными. И здесь я просто наношу аромат от Gucci, вот этот, и он просто великолепен. Он пахнет как чистота, он пахнет как ромашковое поле, как мое детство, и я влюбилась в него. Я понимаю, что тоже он специфический, но именно этот аромат был настолько естественный для меня в тот момент. В нем есть очень яркий запах травы. Я помню, как я нанесла его, и просто в тот день я не могла перестать его вдыхать. Но его минус в том, что он, конечно, не такой стойкий, как те ароматы, которые у меня до этого были. Он очень быстро выветривается, потому что здесь присутствует ромашка и травянистые ноты. Насколько вы знаете, это очень легкие ноты, которые быстро исчезают. В нем есть сладость, и это дает ваниль. И, опять же, отдельное спасибо за этот невероятный флакон. Именно первая причина, по которой я решила подойти к этому аромату, это флакон в винтажном стиле, из красивого зеленого стекла с золотым колпачком, сочетание цветов, которые мне очень импонируют сейчас. Об этом аромате я говорю в своем первом видео. Я просто купила свой первый аромат, который у меня был когда-либо. Его сейчас достаточно сложно найти, поэтому я тут же его взяла, когда увидела. И следующий, последний аромат, о котором я сегодня хочу вам рассказать, опять же, для меня открытие, потому что у этого дома я никогда не покупала ароматы. Это Yves Saint Laurent Mon Paris. Очень сладкий аромат, настоящая жевательная резинка, но она очень приятная. Клубничная, кислинка, ноты ванили, цитруса. Все очень гармонично и приятно. И особенный плюс этого аромата, что многие запахи, в которых присутствует клубника и элемент какой-то жевательной резинки, часто очень неприятные и синтетические, даже можно сказать дешевые, но не этот аромат. Он звучит очень благородно, на мой вкус. Вот и все ароматы, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Надеюсь, что вам было интересно это видео, и вы открыли для себя что-то новое. Спасибо за просмотр, всех целую, всем пока и до скорой встречи!